владимир вечер добрый нашим зрителям и поражал две просьбы есть до наших зрителей просьба номер один по возможности лайкнуть это видео это важно продвижение случилось снимите лайк ну и потому что лайк и комментарии то главный чест инструмент продвижения а у нас можно сказать один из старинных каналов старинных уже 15 лет да это первая просьба на вторую даже не знаю какую может и че подскажешь кроме ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал еще и комментарии пишите но блин не у меня фантазия закончилась все ну хорошо да не будем давай на вот так выстроим наше интервью сначала новости потом пареньку окей новости потом пареньку что нового в твоей жизни вот сейчас узнал новость что от меня уходит ассистентка и мне надо с этим что-то делать потому что купи продай к тебе уходит вот она что прям переезжает подеремся на ножах прямо сейчас из ассистентки так чего значит она уходит то будет работать по специальности больше а что же не специально я все-таки не специальность медицина а медик а мы все психи тут это тяжело конкурировать наоборот а вот это не ее направление а так бы она изучила какие-то профессиональные болезни глаз например все время пялишься наоборот это материал материал что-то она не врубилась эта девушка то есть часто и будешь искать новую ассистентку идет а что что обязанность ассистенток входит из всяких банальностей уборка по дому какие-то исполнения заказов что-то отвезти с кем-то встретиться что-то заказать вот прежде все такие моменты прямо связанных с инвестициями но в этом направлении у нас пока не пошло ну и сколько ты платишь ассистентки на текущий момент 9 в неделю это объем приблизительно ну по факту мы обсуждают отталкивались от половины ставки по факту конечно тратить на гораздо меньше часов но там не набирается два часов недели понятно что еще нового занимаешься ты сейчас какими-то консультациями обучением консультация в целом типа давно занимаюсь не особо это продвигаю обучение у меня тоже давно были мысли ко мне несколько раз подкатывали кита маркетологи это организовывать говорили там с моей аудитории типа 35 миллионов легко мы погружались более детально выяснялось что это там надо какие-то прогревы посты то есть и пятое десятое кучу всякого чего не хочу делать и помимо этого у меня еще нет готового продукта вот в общем чувак мне честно посоветовал что тогда вот таком формате с тем что я хочу мне это не актуально зато можешь запустить какой-то интенсив в котором вот типа вот ты поймешь во первых насколько ты знаешь что ты можешь ждать людям как это все работает получить какую-то обратную связь и посоветовал мне только вот не продешеви вот но я это запустил в общем мне нравится буду ли еще когда-то запускать наверное скорее да чем нет но как бы я прям очень доволен еще скорость которой это было продано все деньги были на карте за 42 минуты я хотел пять человек еще два человека меня уломали что ну пожалуйста пожалуйста очень сильно хотим я обсудил с остальными ребятами они согласились и один из этих дополнительных потом отвалился я вернул ему деньги после первого занятия он решил что короче уходит из инвестиций ну и то что он не сказал вот а остальные вроде довольны ну и замечательно ну да чтобы нас тут сам не забили что мы занимаемся все равно забьют как и конечно ты чё думаешь я какие-то дивиденды с рынка получаю инфо цыган со стажем уже два года если ты меня сейчас запоришь эту запись то я тебя взорву этой тротиловой шашками виду вот с фитилем так что давай мы с тобой поговорим про ситуацию я слышал что ты сломался и продал сбербанк да не то чтобы это был какой-то перелом ну да сбер у меня нет я не помню когда именно последний раз говорили но глобально как бы банков у меня все равно парочка есть это на текущий момент BSP совком банк сбер ну вот всю секунду нет очень вероятно опять будет но как бы он отличная бумага но я бы сказал что вот так если бы мне надо было в моем портфеле на ближайшие три года было бы один банк это был бы сбер но поскольку можно не один банк то получается примерно следующее BSP сильно круче интереснее чем сбер здесь и сейчас и будет таким оставаться от пока у нас очень высокая ставка в тот момент когда ставка будет начнет спадать не только когда будет станет низкая а прям вот на этом вот на этом ступенчатом снижении очень вкусным интересным будет совком банк и соответственно в планах туда типа переливаться а сбер в эту систему не особо вписывается для самых ленивых сбер огонь а я готов чуть-чуть потыкать кнопочками там и вот чуть потихоньку перелить деньги из одной бумаги в другую когда решу что вот снижение ставки близко хорошо а есть какая-то цена по сберу на которую может упасть и ты изменишь свое мнение вопрос вопрос прочих равных если бы сбер вот сколько он сейчас стоит стоил бы стол года назад а все остальное стоило бы столько сколько она стоила полгода назад такая конечно был бы сбер соответственно сбер упадет и его там захочется купить да в общем и сейчас хочется просто другое хочется еще больше поэтому в отрыве от других бумаг но тут мало смысла мне кажется а что ты ждешь от совком банка прям детально мне очень тяжело спрогнозировать там много параметров и вообще я хреновый аналитик относительно но у меня мало сомнений что на начале падения ставки когда стоимость активов будет переоцениваться в целом их инструменты помимо этого вот сейчас как бы из-за опережающей кривой пассивов получается их маржа зажата именно на росте ставки на падение ставки она очевидно расширится потому что выданные пассивы будут длиннее дешеветь выданные активы будут длиннее медленнее дешеветь пассивы быстрее будут падать вот и все это в совокупности я думаю ну хотя бы процентов вопрос где именно будет дно но в целом двадцать пятом году типа словить прибыль процентов на 50 выше чем в поэтому я думаю легко соответственно как это переоценят но вопрос дальнейших перспектив и т.д. то есть я думаю на горизонте пара лет очень-очень легко в бумаге найти сто процентов с учетом дивидендов это прям почти базовый сценарий ты уже два раза сказал а когда тебе начнет ставку а когда я не знаю а вот в случае с таком банком вот это вся история прикол вот в чем если никогда не начнет у меня бсп ну я мы как раз рассуждали у бсп дешевые пассивы плавающая ставка активы сейчас он гребет бабло просто лопатой намного лучше сбера вот соответственно и идея из бсп перетекать совком банк потихоньку пока что у меня там большая часть еще в бсп потому что понижение ставки пока что не видно и меня это вполне устраивает бсп хороший бизнес хорошо а ты вообще находишься в тренде тебя интересуют фонды ликвидности прям как такой инвест инвест инструмент чтобы заработать денег но очевидно нет но в целом у меня как бы почти все активы на из живое по большому счету на дивиденды вот они выводятся и вот тут то как бы те деньги которые вне из которыми я в состоянии свободно распоряжаться они собственно почти все припаркованы на lqdt там есть какие-то планы маленькие понедвиги там какие-то ремонт это все пятое-десятое жизнь очевидно и вот на это все снимается с фондов ликвидности потому что дивиденды относительно редко приходит мне на текущем счете держать с тобой такая петрушка происходит все знают что ты выиграл потом у тебя пошла коррекция по счету от того что ты выиграл вот а все берут это а каких временных отрезков речь послушай закончу закончу от разных но люди-то не обязательно по доброму желают нам добра они берут отрезок коррекции по счету когда ты сказал это тот самый который проиграл бабло а поскольку размеров у тебя большой амплитуда туда-сюда он столько бабла проиграл игры ребят ну до этого он выиграл потом часть проиграл но берутся только те отрезки где ты проиграл ну естественно это вопрос как бы красота в глазах смотрящего и противоположность от этого там же так что какое самое большое достижение в этом году у тебя по счету было в плане достижения цифра но она не публично процент а проценты так сейчас я не помню точно начало года но даже на текущий момент несмотря на то что с моего счета выводятся дивиденды он зеленый то есть все дивиденды я забрал его со счета и и несмотря на это счет все еще больше чем было начале года а сколько по процентам я к сожалению не помню начала года я могу сейчас типа 30 секунд посмотреть если надо но у нас же последнее 3 было в августе вот поэтому народ а мой может ты и помнишь сколько у меня там было начало счета начала года я тоже так вот нашел августа с пика было примерно так сейчас скажу калькулятор откроем на пике было плюс 50 процентов это было пик был в мае а на текущий момент это получается на текущий момент получается на 13 процентов больше счет с учетом того что дивиденды со счета выводятся в рублях номинально естественно какая самая большая неудача в том плане что ты какую-то акцию верил верил она скотина не оправдала твоих ожиданий у меня два больших убытка такие сильно больше рынка в этом году получились это башнефть и аэрофлот а еще получается вот мой портфель под управлением я завел маленький авто след который по принципу портфеля бабушки у меня есть реальный портфель в реальной бабушке которым я давно управляю вот на нем есть транснефть вот это сейчас пострадало и по мере того как выходили новости потом концепция бабушки не не бежать впереди паровоза там медленно принимается решение это концепция так всю дорогу работает вот получается транснефть новости выходили они все время бы на мой вкус были в цене бумага все время как бы интересно и сейчас все еще интересно а при этом лютые убытки еще потерял денег башнефти я не ожидал что будет такой херовый отчет и наверное так косяк там кто-то смог найти это раньше я толком не знаю и аэрофлот был просто плохой вход у меня то есть я вошел на локальных максимумах глобально исторически меня это никогда не останавливало я в шестнадцатом году в аэрофлот тоже ходил на локальных максимумах где-то типа 80 а потом продавал по 180 ну в этот раз не так понятно вот ты прислал сейчас фотографию свою с чашечкой кофе из кофейни в черной рубашке а у тебя есть сейчас деньги на хороший кофе либо ты пьешь ячменный напиток какой-то прислал фотографию окей думаю ну ты сказал что та старая прислал новую в черной рубашке да точно помню нет там в термокружке почти наверняка чай как вот у меня и сейчас тут на хороший кофе деньги в общем наверное есть но дело в том что очень много лет не пью кофе у меня он есть дома там гостям сварить что-нибудь в этом роде вот а так и да я люблю гиннес и он вполне может оказаться и в термокружке чаще всего там просто чай какой-нибудь player дух он упал что-нибудь такое расскажи пожалуйста какие еще интересные акции но в том плане что ты можешь делиться станут и делишь на платном канале вот это превратить сектор тебя интересует мне здесь интересен яндекс у меня его сильно меньше чем было по году он дал приличную прибыль за последние месяцы убыток но это чтобы критичные потому что не очень большой вес портфеля но долгосрочно во первых бизнес однозначно впитает инфляцию он все еще растет и помимо как бы роста основных направлений бизнесов и выручки там есть смещение маржи внутри бизнеса то есть прибыль которую мы видим консолидированную она получается прибыльные бизнеса метров расходы на убыточное и для значительного роста прибыли нужен не только рост основных бизнесов но и просто сокращение убытков собственно если просто отбросить убыточные бизнеса которые отбрасывают в общем-то неправильно потому что у них есть ценность и она выше нуля потому потому что это все еще хорошие бизнесы, которые в большинстве с вами начнут что-то давать, то у нас уже мультипликаторы получатся довольно дешевыми для растущего бизнеса, который впитывает в себя как минимум инфляцию и плюс растет еще быстрее экономики. А тут еще есть куча всякого другого. Короче, затрудняюсь ответить, где именно будет момент раскрытия стоимости, но с учетом того, что уже начали чуть-чуть платить дивиденды, вот где-то тут это все происходит и краснопадение ставки может ускориться. Но в целом это в долгосрочной перспективе, это точно бизнес, который с большим, ну не точно, что никогда не точно, но по-моему, в соответствии с моим взглядом, это точно бизнес, который должен большим отрывом делать доходность индекса. А зон тебя не интересует? Там несколько сложнее, в целом тоже крутой бизнес, но я бы хотел подешевле. Понятно. Какие-то происходят горки с долларом, тебя это волнует, либо у тебя все активно? Я написал пост в блоге, кстати, по поводу просьб, подписывайтесь, конечно, на мой блог, эту ссылку ты точно выложишь. Вот. Я как раз рассуждал о таких направлениях компетентности, что где сложнее. Поэтому человек пришел с улицы, он как бы ничего не умеет. Потом вот, ну не то, что это просто, но это можно научиться. Это, наверное, самый простой способ зарабатывать больше рынка. Грамотно выбирать акции. Я, в общем, скорее имею, чем нет. Ну, почти однозначно это как бы на длинном трек-рекорде есть. Помимо этого, я чуть-чуть умею ловить бету. То есть вот ловить моменты рынка чуть-чуть лучше, чем движется сам рынок. Это уже очень сложно. Там большая емкость, туда можно запихать много денег. Очень конкурентно, тяжело. У меня довольно много осечек. Ну, вот под последний, например, обвал с последнего повышения ставки я очень хорошо отработал шортом индекс. Это спасло мне типа больше 10% депозита, вот просто которых бы, вероятно, иначе не было. Ну, там, вы можете плеч каких-то не было бы, но все равно там 7% как минимум. Вот то, что я правильно вот это увидел, шортанул прям индекс, все отлично, круто. А вот есть еще следующий момент, который еще сложнее, это предсказывать валюту. И там моя компетентность такая. У меня, конечно, мнение это спрашивают, я, в общем, не скрываю, говорю, какое оно у меня в этот момент есть. Но я также стараюсь не забыть добавить, что вот я своему мнению не верю. Я на это, на вот этот свой прогноз и ожидание никаких позиций, чего-то такого не ставлю. Иными словами, в курсе не ебут, что будет с курсом рубля. Ну, думаю, что, скорее всего... А, дочь Конночка, тебе сумма просыпалась какая-то, баблостиков, да? Ты думаешь, куда парковать? В доллары, в золото, в евро, в крипту? ЛКДТ. А? ЛКДТ. Ну, это же... У меня ЛКДТ, ближайшие дивиденды придут, ЛКДТ. Ну, это же контур биржи московской, да? Да. А ты не думал выйти из этого контура, чтобы какие-то активы были... Типа биток не... Ну, вопрос размеров. Типа какая-то... Котлета долларов, вот таких... Ну, котлета долларов точно неинтересно. Глобально мне интересен биткоин, но типа сейчас уже дорого, надо было под 30-40. Может быть, недвига какая-то, но опять же, копеечка просыпалась, квартиру не за копеечку купишь все-таки обычно, и как бы покупать 20 дешевых квартир тоже неинтересно. Но в целом самая такая естественная парковка капитала вне рынка, которая охраняет как бы дела над инфляцией, это все-таки недвижимость, я думаю, в России как минимум. Понятно. Недвижимость в миллионниках это как бы что-то, что никуда не денется. Ну, скорее всего. Ну, если не прилетит ничего, то не денется. Ну, типа да. А что ты по доллару-то думаешь? До себя-то ты что-то решил? Я знаю, что я не знаю. У меня просто трек-рекорд такой, что я знаю, что мои мысли абсолютно бесполезны. Поэтому типа... Какие у тебя самые интересные встречи были за этот год? Можем подавести итоги, имея в виду с трейдерами, с инвесторами, которые могли тебе что-то новое дать? Интересный вопрос. Очень необычные два знакомства были с неким Иваном. Он такой прям трейдер-трейдер, сильно отличается узор работы от моего. И с Ильей Коровиным. Собственно, он нас и свел. Вот. Я из-за Ильи задумался в направлении опционов. К сожалению, у нас инфраструктура делать то, что я хочу делать в комфортном режиме, просто в России не помогает. Зато у меня очень медленно раскручивается колесо. Я придумал в общем, но опять же там все улетело, как инвестировать в Америку и в России так, чтобы не очень пукан подгорал в плане рисков. Делать это с любым нашим брокером, который дает этот доступ, но не покупать акции, а покупать опционы. И тогда в крайнем случае сгорит только то, что вы положили, маленькая доля. Да, это не такое эффективное удержание, но если находить прям сильные идеи и на них концентрироваться, то там стоимость сколько-то годовых не критична. Зато у вас ограничены убытки и с точки зрения каких-то рыночных рисков там, и с точки зрения инфраструктурных убытков только то, что вы закинули, только то, что в этом опционе больше его не потеряете. Вот. Такие дела. Так вот, а почему же ты не сказал про монеты золотые, к примеру, когда говорил про квартиры? С квартирами тот же геморрой. С квартирами геморрой, слушай, с монетами геморрой еще больше. Ну, вообще, да, можно купить. Я бы тогда все-таки полез не в золотые монеты, а тупо в какой-нибудь металлический счет в каком-нибудь банке, несмотря на издержки. Или, может быть, облигации золотые. Ну, смотри, золото, окей, если у тебя там до миллиона, допустим, может быть, можно держать это дома и норм. Но, как бы, блин, тебе надо либо платить за хранение в банковской ячейке, либо, ну, блин, знаешь, что у тебя там... И еще я, как бы, публично рассказываю, какие у меня активы. Вообще ржака будет, расскажешь, у меня есть миллионов в монетах лежит дома. Ну, это бред. Так ко мне домой, как бы, и самый дорогой предмет здесь, наверное, мой ноутбук. Раньше я говорил, что кошка, которую звали собака, но, к сожалению, вот год назад ее не стало, поэтому вот... А, может, массажное кресло в 2020 году стоило 230 тысяч. Ну, пойди, попробуйте, поднимите, вытащите. Да, да, ну, есть разные варианты решения проблемы. Например, есть полугосударственная компания, которая продает золотые монеты, она же там же и хранит эти монеты бесплатно. А, ну, может, как-то так бесплатно. Но тогда там беда с большой, скорее всего. Да нет, просто там очень маленький ассортимент этих монет. А зачем большой золото? Хоть слитки. Ну, всегда есть люди, желающие, так сказать... Так господи, Георгий Победоножий, зачем другие золотые монеты? Ну, это уже как бы ставки на какие-то конкретные, это уже не инвестиции в золото, это закапываться туда и непонятно для чего. Скорее всего, много все равно не достанешь из этого прибыли, а внимание, энергию потратишь. Ну, проще мне видеться просто. Ну, как вот мы рассмотрим возможность выйти из контрмосковской биржи. Если Московская биржа... Покупаем самую дорогую золотую, ой, самую ликвидную золотую монету, это Георгий Победоносец. И зачем нам распыляться на большее? Вот, ты говоришь недвижимость. Ну, вход в недвижимость, например, студии Одинцова, но я не просматриваю там всякие... Вход в недвижимость 2,5 миллиона рублей, и я даже, по всей видимости, ее на недельке куплю. Расскажи. В целом, квартира, которую я хочу, чтобы купить и переехать, это на глазок ориентировочно миллионов 40, при этом продавать свою квартиру, которая сильно дешевле, не вариант, потому что досталось наследство. 40 достать из кармана сейчас не получается. Вероятно, за несколько лет это будет. А у меня просто тупо физически дома много предметов. И еще я хочу грибной тренажер. Давно. В трех минутах от меня продается комната за копейки, туда расставить стеллажи, вывезти огромное количество предметов из моей квартиры, чтобы наконец-то навести там человеческий порядок, поставить туда грибной тренажер, вуаля, все сделано. Ну, а дальше когда-нибудь будет больше денег, или докуплю всю коммуналку, и буду ее там... И продам целиком, что дороже, или ничего не буду делать, ну, короче, вот как-то так. Вот уже в ходу кусок недвиги. И билет всего 2,5 миллиона. Наверняка есть еще дешевле. Причем еще момент, кстати, важный для тех, для кого это прям цель, там, не как-то добавить себе комфорта в жизнь, а именно заработать и сохранить деньги. Для них очень большой плюс в том, что как раз-таки самые дешевые объекты недвижимости обычно имеют самую высокую доходность. То есть вот эта комната, всего 2,5 миллиона, я думаю, все равно она уйдет минимум за пятнашку, если мне это введет в голову. То есть эта доходность, ну, в целом приписываем к недвиге за счет от инфляции, в долгосрочной перспективе она есть. А здесь и сейчас 15 на 12, ну, типа больше 8% годовых. Ты знаешь, я за любые идеи, чтобы не хранить все деньги в контуре московской биржи, ком-то, ком-то. Ну, цель не в этом, у меня все-таки почти все получается именно в этом контуре. Ну, там капелька крипты, какая-то недвига, да. Ну, опять же, я хочу скопить на большую нормальную квартиру. Ну, а ты же не можешь, это же наследство, это дело памяти продать. За это продать нет, я могу купить дополнительную, просто заработать, купить. Ну, да. Работаю над этим. Ну, ты же сказал, что это время, это дело не в ближайшее будущее, буду работать над этим. Хотя, как... Пара лет, наверное, хотелось бы. Да. Как пойдет, конечно. Что-то я тебе забыл спросить, как ты считаешь? Где нет? Думаю, что все обсудили. И... Рад был увидеть. Ты... А, и шли что-то, да? Не кажется, что я был резок или как-то, нет? Не кажется, надо... Слушай, ты как-то нестандартно мягок. Мне кажется, ты обычно как-то пожёстче. Да, пожёстче, пожёстче. Пожёстче я женщинами, женщинами. Всё, спасибо большое за интересное интервью. Ребята, ребята, и вы не снимайте, пожалуйста, лайкосик. Мне кажется, сегодня интервью такое было горячее. Спасибо.